прекрасные милые стюардессы всем доброе утро сегодня начинаем шествие из аэропорта борисполь автомобили за которыми мы сегодня полетим их больше всего сконсолидировано именно в литве поэтому этот выпуск будет по литве полетели подготовка к поиску автомобилей начинается дней за пять до поездки это выяснение какой автомобиль нужен двигатель коробка салон комплектация в аэропорту дополнительно смотрим не появилось ли чего нового прозваниваем задым разные вопросы в том числе не комфортно и договариваемся о встрече резервируем приоритетный автомобиль традиционно практически по приглашению последними пассажирами торжественно заходим в самолет нас все ждут никто не летит никуда самолет такой реально уставший потому что показать уже практически все разлобано здесь если видно саморез полуразваливающийся самолет стрелка хотя это вариант для курящих здесь есть пепельница хрен знает кто ей пользуется но по факту она здесь есть и такой самолет честно говоря грязный украинские авиалинии мау встретил вильнюс у меня впервые в литве считали количество перебывания дней специально оставили меня таким как паршивым котенком за стороной ожидать и пропустили абсолютно весь самолет всех пассажиров только потом начали считать мне календарные дни перебывания в вышенгенской зоне ну я за этим слежу мне все хорошо сейчас будем смотреть что нам выдают в аренду и соответственно чтобы не было никаких потом дополнительных вопросов царапины единственная мелочь это вот сзади примятый банкер так везде более-менее ровненький целенький автомобиль ну и сверху там эти подёртые как рейлинги так все нормально все классно а и и Рено Испейс 2016 года в комплектации инициале. Максимальный заряд, который может быть, но 11700 чуть-чуть не тянем. Семиместный жирный аппарат, но слегка дорого. Осмотрели только что Коптиву, которая стоит у меня на заднем фоне. Парень не особо захотел снимать. В общем, машина вроде бы неплохая, только что приехала со Швейцарии. Не мытая, не пылесошенная. Вот грязная такая, как она есть. Но из недостатков того, что меня смутило, это мокрые полы. Мы попроливали люк и нифига это не помогло. Поэтому пока эта машина остается в стороне, хрен знает почему, но пусть остается. Колеса у него уставшие. Все, хватит. Ой, какой тут хламидник классный. Е-мое, после какого-то французского колхозана. Что мы имеем? Имеем мы семь мест. Семь? Да. Вон, еще два. Е-мое, тут даже висят волосы какой-то французской. Барышни? Ну, я не знаю, там сложно сказать во Франции барышни там или цветной какой-то. Ну, вещи. Остатки цветочков. Вон какой-то компрессор лежит или еще что-то. Ну, никто его не чистил. Никто его не мол, никто его не чистил. Но если его почистить и помыть, то вроде бы и... Вроде бы и на машину будет похоже. Да он весь покосанный. Так, это нафиг. Так, что у нас тут есть? Из плюшек, няшек. Что же это? Мэйден чайна. Это аккуратно, это чайна. А я думаю, что это резинка под ключ. Где ключ? Тортив. Ну, это, скорее всего, покупали под резинку под ключ. И потеряли. И потеряли, да. С учетом того, что розовая штука... Хозяйка барышни. Наверное. О! А что это такое? Какой-то чехол, зонтик, сумка. А что в чехле? Ну, я же говорю, это сумка. Что-то типа сумки. Плачь. Не, это сумка. Сумка, я же говорю. За покупками кто-то собирался. Оставим французам. Тоже. Ну, вот такие вот французские девочки-засранки. Как еще можно сказать? Как можно удрочить так автомобиль? Судя по стеклам, что он на него... И каблуками тут стучит. Чем они тут... 15-го года эта машина. И так ее уху... Ух... Ухайдохать, наверное, правильное слово. Так, чтобы без руганий. Хотя, в принципе, я, наверное, скоро изобрету какой-то некий новый метод ругательства матом. Я буду материться так, про себя. Но вы будете... Вернее, я буду материться, а вы будете эти маты произносить про себя. Вот такой вот... Машина, конечно, прикольная машина, конечно, интересная. Но то, как она вообще не подготовлена, аж вообще никак. Меня больше всего не нравится то, что у нее много вот таких вот коцок по кузову. Скорее всего, это когда ее грузили, где-то ее помяли, где-то ее пожмакали. Вот таких вот вещей у нее, на самом деле, очень много. Тоже вот запилены. Оставки лака. Она красила ногти по дороге. Ногти по дороге. Точно да, кстати. Нормально. Не, ну, если причесать этот автомобиль, на самом деле, вот даже если по рулю посмотреть, то здесь очень четко выраженное тиснение. То есть то, что у него 186 тысяч родного, я, наверное, не сомневаюсь. Но то, как задрочена эта машина, это, конечно, из разряда такого... Точно здесь ездила девочка. Ну, или барышня. Ну, вот это, конечно, вафли. Так ее замучить. Нет, так-то оно ровное. Она вся замучена. Подгорали ее, видите, блин. Не понимаешь, что она делается. Пожалуйста, вафли, да. 15-й. Как можно с 15-го года? А, так тут вообще, блин, все хорошо. Короче, нещадно она ее эксплуатировала. Она ее всегда чертела. Получала эта машина и в хвост, и в гриву. Что у нас в ящичке? Ни хрена у нас в ящичке. Никаких сюрпризов, никаких нищеков. Девочка не оставила. Девочка оставила окуляры. Здесь новому хозяину достанутся новые очки. И, судя по размеру девочки, девочка была с небольшим лицом. То есть, харя у нее была не такая, как у Буйвола. Так, всякие стразики там валяются. Губная помада. Остатки. Ну, в общем. Ай, блин. Вот такие вот девочки-засранки. Так, а что у нас, ладно, по дверям. А двери-то снимались с какого-то хрена. Ладно, предлагаю не терять время. Да, загоняем ее обратно и все. Держу рюкзак, а есть уже, да. Аж как надо было ненавидеть машину, чтобы столько лет не заезжать на мойку и так кончить диски. Завафлить, у меня других слов нет. Среди Гранды Спейсов и 5000 восьмых пигуётов, если можно так сказать, сегодня вот на наших глазах ну, уже, наверное, ну, я только насчитал штук 5 машин, которые уже проданы. Они, правда, были на механике, они малоинтересны, но сам формат того, что Украина пылесосит такие машины, в общем-то, он есть, имеет место быть. Так, интересно, что у него лэба? Швейцерленд. А судя по этому, он не швейцарский. Он не швейцарский. Ну да, на нём бельгийские номера. И шо, и шо? Продан, сука. Ой, простите. Вот только губу раскатили на машину, которую нашли, снова нет. Снова продан. Ну, 14, но бензин. А тот бензин сколько? 1,2? Есть ещё вот такой вот Рено 2013 года, но он вряд ли кому-то нужен, потому что он 1,2 бензин. 1,2 бензин для такого сарая. Ну, как-то что там осталось от того мотора, уже хрен знает. Как-то, ну, в общем, есть предположение, что едем дальше. Даже не предположение, а, наверное, с учётом того, что осталось тут по этой площадке, пройти совсем чуть-чуть. Я думаю, что это твёрдое убеждение. В общем, по... Наверное, на другую сторону я сразу пошёл. Машина, в принципе, вся ровная, за исключением того, что у неё висит передний бампер не на месте и крашеное вот это вот крыло. Причём крашеное, но здесь вот значение есть до тысячи. То есть тут вот есть шпаклёвка и только в одном месте. Вот. А так, хороший, красивый аппарат. Литва, Вильнюс, 9 марта. А вот здесь 8 марта всё не купили. И я так понимаю, что кто-то очень нарядно прилип по стоимости выкупленных цветов. Ну, это такой лёгкий сарказм, но всё равно привидел и заснял. Ужин. Принесли счёт и три конфетки. А теперь смотрим, какой фирмы эти конфетки. Вот такие вот конфетки классные, Рошен дают на сдачу в ресторанах в Литве. Прикольно. Колоритная кафешка в Вильнюсе. Ну, не знаю. Мне нравится. Летом тут, наверное, вообще вид очень хороший, шикарный. Тут виноград растёт. Всё очень классно, мило и практически в центре города. День второй это тот случай, когда бесплатная еда, которая включена в завтрак в стоимость отеля, лучше, чем был ужин в ресторане. То есть, из всех изобилий шведского стола всякие вкусняшки под кофе. Кофе из двух кофеаппаратов. Чай любой. Мёд. Как для шведского стола, ну, изобилие довольно очень неплохое. Омлет с сосисками, забыл это слово. Дальше, что у нас? Рис, картошка, каши, всякие. кто чего пожелает. И это с учётом того, что постояльцев здесь аж целых две машины. Это, образно говоря, мы и ещё кто-то. Поэтому просто великолепно. Не могу сказать, что какая-то эта дорогая гостиница. Нет, нифига она не дорогая. Нам она получилась на троих целых 52 евро. Отлично. Ещё один C4 Пикассо. Да, семиместный. Но судя по тому, что на нём нет ценника, этот тоже может быть вполне уже продан. Ну вот, машина нам мало интересна, но наверняка она уже продана. А может, просто цены нет. Литва Каунас вечереет. Очень интересное, забавное озерцо здесь. А вообще осматриваем вот этот вот Citroёn C4 Grand Пикассо. Частный автомобиль участника. Интересна эта машина тем, что у неё только поменено сцепление. Вот. Здесь стоит робот. Робот 1.6. На 1.6 двигателях, там где автоматическая коробка, здесь стоит робот. И робот у неё слабое место тем, что сцепление сыпется. Здесь поменять сцепление где-то 600-800 евро. В Украине это стандартно 1000 долларов нужно готовиться. Также здесь из слабых мест текут задние задние текут форсунки сзади. Моторы это можно увидеть на подъёмнике. И иногда турбина сопливит. А так в общем-то каких-то слабых мест у этого автомобиля больше нет. А есть ещё если подвеска стоит то это конечно кошмар. А так абсолютно нормально. Но меня впечатлило вот это озерцо. Сейчас оно такое зелёное мрачное противное но сам район Каумаса я здесь ранее никогда не был очень такой эмоциональный тихий спокойный кто-то здесь строится где-то собачки гавкают ну птички поют просто прекрасно. Вчера вечером при скорби мы узнали о том что сегодня в Литве большой праздник и регитра сегодня не работает регитра тот орган где регистрируют автомобили оформляться будем завтра а сегодня просто гуляем значит вчера вечером особо скажем во второй половине дня я не снимал этот автомобиль потому что было ограничено время светлого времени суток и нужно было оперативнее принять решение то есть либо мы либо нам этот автомобиль интересен либо не интересен ну а речь идет об вот таком экземпляре субтитры Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Это Citroёn C4 Grand Picasso Семиместный аппарат на роботизированной коробке Сразу хочу сказать для хейтеров, которые там любят написать кучу всего непрелестного Что здесь сыпется сцепление и всякое такое Да, сыпется На 150-170 тысячах Сцепление здесь приходит в ужасную попу, если можно так сказать Но эта машина интересна тем, что здесь сцепление уже поменяно И поменяно оно меньше, по-моему, 10 тысяч назад Точно обманывать не буду Но, по-моему, то ли 10, то ли 12 Есть все записи, мы вчера это все смотрели Даже обращались в компанию, которая все это меняла, адаптировала В общем, сцепление здесь стоит новое И в этом реально есть большая прелесть Мы вчера заезжали на СТО Мы вчера снимали защиту двигателя Единственное, я не заснял это Потому что на телефоне у меня уже сел аккумулятор Но ходить с камерой на чужом СТО Когда нам это предоставили бесплатно в предпраздничный день Ну, как-то по морально-этическим соображениям Исходя из того, что сам заказчик попросил не снимать его автомобиль Если мы его не купим А мы еще на тот момент не знали, приобретем мы его или нет Вот, поэтому съемок минимум было при осмотре этого автомобиля Но хочу сказать, что из-за крашеных элементов Здесь всего лишь вот эта часть То есть заднее правое крыло Если вот, не знаю, до сейчас ничего не будет видно Вот здесь вот, если обратить внимание на вот этот кант Вот здесь он идеально не выведен до конца То есть вот он скос пошел На бампере кант есть, но здесь нет Там есть очень легкие следы шпаклевки Здесь же показываю Для сравнения эту сторону Тут счастье А в остальном все классно На данный момент автомобиль имеет 200 тысяч пробега Ничего не течет с него Нигде он не писает мотор Не мытый Что еще? Семиместный Да, у него, конечно, небольшая, небогатая комплектация Ну и стоит он 7300 евро Изначально цифра была 7800 Потом 7650 Мы начали предлагать 6,9 Упреждая то, что будет какой-то такой злой торг за автомобиль Но 7300 был он приобретен Машина в хорошем классном состоянии Нигде ничего не гремит Ходовая в нее идеальная Все обслужено, все сделано Единственный момент Нужно будет по приезду поменять в ней масло Потому как Дариуса Именно так зовут парня, который продавал автомобиль Сразу сказал, что масло подходит уже к своему логическому завершению Автомобиль, который Ну, я не знаю Наверное, он внутри кажется больше, чем снаружи Потому что сзади он необъятное место И причем для задних пассажиров здесь более чем комфортное место И до переднего лобового стекла Тоже, в принципе, вот вытянутая рука И еще остается где-то полметра Тоже не дотянешься, если можно так сказать Поэтому для комфорта автомобиль очень даже неплохо Да, понятно, у него шумоизоляция как-то не на высоте Но в общем и целом В такой бичевой комплектации, если можно сказать Есть даже навигация И навигация работает И пока работает правильно У нас вот параллельно я включил внизу Свой телефон, который нас ведет В общем, пока Вот автомобиля Ну, не знаю Сплошное наслаждение Первая радость, которая нас ожидает Сегодня праздник И сегодня парковки бесплатные Дождь прекратился Все отлично Ходим, гуляем Где-то лучше, чем сидеть в гостинице Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это все так же центр старого города И вот есть места, которые Ну, вандально обрисованы молодежью Больше я никак не могу сказать Древний Каунас Или же, правильно сказать, старый город Каунаса Он безусловно красивый, интересный, классный, прикольный Но если вам когда-нибудь посчастливится побывать в Риге Я бы крайне бы рекомендовал побывать еще и там Там на уровень выше, интереснее, лучше архитектура Ну, как на мое мнение Возможно, я как-то ошибаюсь Ну, там интереснее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok